В городском округе Люберцы продолжается борьба с несанкционированными торговыми объектами. Еще один павильон, чья деятельность противоречила закону, прекратил свое существование. По решению суда его и монтировали. Подробнее в материале моих коллег. Этот нестационарный торговый объект на Быковском шоссе использовался в качестве пункта продажи цветов. На установку киоска не было разрешения. К тому же он нарушал требования безопасности дорожного движения. Администрация Люберец выдала предписание на демонтаж павильона, но владелец бизнеса его проигнорировал. В результате торговый объект сносят принудительно. Такая участь ждет всех заядлых нарушителей закона. По поручению губернатора Московской области с октября 2023 года начались проверки объектов потребительского рынка и услуг. Особое внимание уделяют торговым точкам, расположенным вдоль вылетных магистралей. В красной зоне у нас находится 65 объектов по территории городского округа Люберца. Со всеми собственниками, владельцами данных торговых объектов мы проводим беседы, встречи. Подписываем дорожные карты по приведению в надлежащий вихт как капитальных объектов, так и объектов нестационарной торговли. Все те, кто готов осуществить ряд мероприятий по ремонту своих фасадов, подписывать дорожные карты и при благоприятных погодных условиях готовы будут приступить к данным работам. Из 65 торговых объектов, которые находятся в красной зоне, 5 подлежат сносу. Это киоски и павильоны, которые размещены самовольно, без разрешительных документов. До конца текущего года их демонтируют, а мониторинг торговых точек на территории округа будут вести постоянно. Луиза Егия, Зарян Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.